Добрый день, уважаемые зрители Кактус Медиа. Мы вновь в прямом эфире. Сегодня 13 октября. Очень интересный день. Объясню, почему. Сегодня последний день, когда депутаты, ой, кандидаты в депутаты по одномандатным округам на предстоящих выборах в Югурпу Кенеш могут подать документы. И таким образом завершается очень большой и важный период в выборной системе нашей, когда определится огромное количество кандидатов. О том, какие выборы в этом году, какие они были в прошлом, где есть недостатки, где есть преимущества, мы поговорить решили с не местным экспертом, а с международным. Это гость из соседнего Казахстана. Это политолог Димаш Алжанов. Добрый день, Димаш. Как вас слышно? Здравствуйте. Очень приятно, что вы приняли наше приглашение. Мы знаем, что вы очень политически активный человек. То есть ваши публикации, ваши мнения, комментарии можно очень часто увидеть в СМИ Казахстана. Ну и в связи с этим у меня самый главный вопрос. Следите ли вы за политической ситуацией в Кыргызстане, за выборными процессами? Потому что мы ближайшие соседи. Я думаю, вам должно быть серьезно. Тем более, что мы точно не даем скучать. Насколько это возможно, следить из Казахстана за процессами в соседней стране? И, естественно, много факторов. Кыргызстан одна из единственных стран, где чаще всего сменяется власть. К сожалению, не всегда через выборы. Но это совершенно определяет другую динамику внутренних процессов. И избирательных в том числе. То есть ваше избирательное законодательство не раз менялось. Применяются разные технологии. То есть по мере того, как открывается пространство, используется, к примеру, подкук голосов, чего нет в более авторитарных странах, как Казахстан и Россия, к примеру. То есть и этим, конечно, процессы в Кыргызстане намного интереснее, разнообразнее. Вы следите постоянно или все-таки делаете акценты на какие-либо политические процессы? Выборы, революционные волны, какие-то попытки госпереворотов. Что для вас представляет наибольший интерес? Я стараюсь следить за более ключевыми процессами. Что определяет, к примеру, конституционную архитектуру, последние изменения, смена формы правления? Насколько Кыргызстан может сохранить те завоевания, которые были после 2010 года? Как страна будет двигаться в дальнейшем? То есть то, что определяет некий алгоритм последующего ее развития? У меня такой вопрос. В октябре у нас был такой определенный юбилей. Целый год с момента октябрьских событий, которые последовали по итогам выборов в парламенте 2020 года. И мы сейчас, опять-таки, заканчиваем этот год выборами нового 2021 года. На ваш взгляд, насколько они отличаются, эти выборные процессы 2020 года и 2021? Потому что политический контекст совершенно иной. Именно, вы верно заметили. Политический контекст другой, другая форма правления в Кыргызстане. Это, я думаю, будет многое определять. После непродолжительного периода, когда в Кыргызстане при полупрезидентской системе был более-менее сильный парламент, единственный в центрально-азиатских странах, обладающий более широким спектром полномочий, определяющий кабинет своей страны, то сейчас выборы проходят при полностью, при также полупрезидентской системе, но полном контроле и со стороны Института Президента. То есть он обладает полномочиями самостоятельно формировать кабинет. Естественно, это расширяет его административные и политические возможности. Если учесть, что страна все-таки остается в числе не совсем свободных, то есть она не является демократией, но своего рода гибридный режим между авторитаризмом и минимальным требованием к демократическим режимам, я думаю, что эти выборы будут под влиянием этого фактора. Также надо учесть, что избирательная система поменялась и сократилось число капиталов, что также немаловажно. То есть пропорциональная система с закрытыми списками, она определяла иную динамику. То есть основная роль отводилась партиям, и многие региональные лидеры, отдельные политики должны были взаимодействовать через Институт партии. Партии имели возможность формировать коллекционное правительство, сейчас этих полномочий у парламента нет, соответственно меняется и динамика выборов. То есть, к примеру, как это происходило в какой-то период в Казахстане, когда были одномандатные, другая, и происходит в России. Центральные власти могут напрямую теперь договариваться с региональными лидерами, с политиками, а те, в свою очередь, могут выторговать определенные преференции или реализовать свои интересы напрямую, договариваясь с президентом, именуя Институт партии. Также сократилось количество мест, и это тоже может быть негативным фактором. С учетом количества населения, 120 мест было оптимально для Кыргызстана. Теперь само место стало дороже, то есть его значимость появилась, вернее, усилилась. И, соответственно, это приведет к большей конкуренции и взаимодействию с Институтом президента, для того, чтобы все-таки эти места отдельные политические лидеры или группы получили. У меня вот такой вопрос. Все-таки кроме таких явных вещей, как абсолютно партийная выборная система и смешанная, какие еще отличия в 2020-2021 году вы видите? То есть в прошлом году политические партии, как Микиним, Кыргызстан, Беремдик и несколько других, это были абсолютно провластные, олигархические партии, которые, по сути, завоевали все пространство парламента. И в этом году будет ли же такая же история? Или все-таки мы ожидаем увидеть действительно хорошие процессы, тем более, что президент Центр Джапаров пообещал абсолютно чистые, честные, прозрачные выборы, где-то это, возможно, будет даже определенной иллюстрацией для чиновников и политиков? Я думаю, не стоит быть столь оптимистичными в этом отношении. Во-первых, да, политический ландшафт изменился, но мы пока не знаем всю степень неформальных связей между президентом Джапаровым и политическими игроками. И именно то, какой парламент получится после этих выборов, он даст объяснение обществу, как эти взаимосвязи были выстроены в непродолжительный период его президентства. Поэтому мы не сможем сейчас заранее сказать именно, как будет выглядеть политический спектр, поскольку существует фактор неопределенности, и Кыргызстан всегда этим отличался. Если в прошлых выборах в период пандемии основные политические партии, ни президент, ни правительство не уделяли внимания экономическим последствиям, которые в итоге-то и сформировали социальную базу протеста, то сейчас могут быть разные другие факторы. В момент, возможно, если будут не учтены все интересы. То есть многие игроки, насколько я знаю, насколько мне довелось с ними разговаривать, сейчас достаточно в ожидании того же, что же будут, и что из себя будут представлять эти выборы. Так что надо дождаться и посмотреть в этом отношении. Да, давайте вернемся к 2020 году, тем более, что вы этого коснулись момента, что провластные партии не уделяли должного внимания экономическое состояние страны на фоне пандемии, провала в экономике и так далее. Какие еще ошибки были совершены властью, оппозицией и вообще политическими течениями в 2020 году, которые привели, собственно, к октябрьским событиям, на ваш взгляд? Вы знаете, давайте начнем с основного. Политическая система Кыргызстана. В системе, где президент определяет многое, и у него остаются полномочия для того, чтобы не оставлять в стороне попытки узурпировать власть, они всегда будут наталкивать общество на этот конфликт. То есть нулевая сумма игры – это некое содержание общественно-политического процесса в Кыргызстане. И как только одна группа добивается власти, берет пост президента, она пытается максимально усилить свое присутствие в политике и экономике и ослабить своих политических оппонентов. Это и создает эти трения. То есть нет разделения властей, нет стабильной политической системы, которая бы уравновешивала разных игроков. То есть поэтому пока не появится сильный парламент, независимая судебная система, а избирательная система не будет построена и соответствует требованиям демократии, то подобные ситуации могут и дальше повторяться. То есть мы видели, что в преддверии выборов была попытка максимально использовать административный аппарат, повлиять на итоги голосования, подкупить избирателей, что в итоге вылилось в неприятие, в неприятии итогов выборов. И 12 партий высказали требования аннулировать их результаты, и общество также не приняло. И оно было легко мобилизовано разными другими группами, что в итоге привело к вакууму власти. Ну и вы знаете эти события и приход к власти действующего президента. Вы опередили мой вопрос. То есть итоговые события октября 2020 года, это все-таки было более изъявлением народа или это были определенные игры политических кланов, объединений, которые умело манипулировали народом, которые вот непосредственно вышли на эту площадь, стояли там несколько дней, и в итоге мы имеем то, что имеем. Вы знаете, нестабильная политическая система легко проспалась под натиском протестов. Я думаю, протесты имели самую разную природу. Там были возможные политические силы, которые пытались использовать этот момент, безусловно, и призывали к протестам после выборов. Но, тем не менее, само общество было к этому готово. То есть эффект спонтанности здесь нельзя исключать. Тем более он связан с кризисом. В другой момент то, что система быстро рассыпалась, не было независимой судебной власти, которая бы взяла ответственность и решила бы этот спор, политический спор, связанный с итогами голосования, как это происходит в многих демократиях. Вы знаете, в Соединенных Штатах эти были споры. Но все игроки согласны действовать внутренним правилом. Они принимают эти правила. Когда эти правила сильно искажаются, со стороны исполнительной власти, со стороны отдельных игроков, через нечестные приемы ведения политической борьбы, то, естественно, итог может быть плачевным, как в случае с Кыргызстаном. И я думаю, что именно эти вещи повлияли. То есть нет определенной консолидации внутри общества, вокруг политических сил и вокруг института власти. Что сейчас, в 2021 году, спустя год, после определенного опыта смены политического ландшафта, как вы сказали выше, и смены, самое главное, правил игры, во всяком случае официальных, то есть у нас изменилось выборное законодательство достаточно радикально, 120 депутатов было, 90 будет, одномандатный и партийная система. Ужесточено ответственность за подкуп, подземные ресурсы и так далее, вроде как бы условия игры поменялись, но будет ли это в реальности? Я думаю, что самым большим, наверное, провалом было это усиление президентской власти. Это будет определять многое. Даже несмотря на то, что есть выборы и есть определенного уровня конкуренции, еще нет ограничений на действия политических партий, то есть у вас есть возможность мобилизовывать общество и участвовать, бороться за эти места. Выстраивается сильная президентская вертикаль, исполнительная вертикаль. И одновременно при этом президент становится над всеми тремя ветвями власти, то есть он напрямую не возглавляет исполнительную власть и, соответственно, не несет ответственности. Последние его комментарии с назначением Жапарова в качестве премьер-министра очень хорошо иллюстрируют, что вот человек ответственный, посмотрим, как он будет работать, а я как бы стою над ним. То есть в этом как бы хитрость этой полупрезидентской системы. В дальнейшем, я думаю, еще можно ожидать ослабления роли политических партий. Для становлящихся демократий или в целом стран, которые еще не достигли уровня репрезентативной демократии, важно, чтобы политические партии сформировались как институт. Поэтому в какой-то определенный продолжительный период должна существовать пропорциональная система, которая способствует институциализации политических партий. Сейчас с переходом на смешанную систему этот процесс может сильно достопориться, поскольку партии уже не играют существенную роль в определении исполнительной власти, в формировании кабинета министров, как я уже выше сказал. И это меняет внутреннюю динамику. Без стабильных партий не появится агентов, которые бы помогали обществу лучше представлять свои интересы. И вот ваш предыдущий вопрос о том, что было ли это волеизъявление. Нет. Сложно, когда нет политической партии и свободного избирательного процесса, ожидать, что сама система способствует тому, чтобы интересы или голоса людей простых слышались и реализовывались на уровне государственной политики. Вот поэтому здесь будут большие сложности. Надо посмотреть, как система сработает, потому что изменения приняты недавно. Созданы промежуточные органы управления выборы в виде окружных комиссий. И мы еще не знаем, как пройдет день голосования. Поскольку на прошлых выборах был подкоп и справка в форму номер два, если я не ошибаюсь, она у вас называется. Теперь надо будет посмотреть, как механизм голосования будет реализовано на этих выборах. Но, безусловно, эти изменения не способствуют ни развитию партии, ни представленности интересов простых граждан в представительных органах власти. Но выводы мы можем сделать после выборов. Но траектория одна видна. То есть централизация и усиление власти президента. Наверняка вы заметили какие-то отличия в выборной кампании 2021 года от 2020. То есть о том, что вы сейчас перечислили, и то, как начинается движение активное применение агитации в 2021 году, да, кандидаты. Есть ли какие-то особенности? И вообще учитывают ли ошибки прошлого, нынешние кандидаты? Потому что, судя по партийным спискам, на манеже все те же, я так называю, потому что свежих лиц очень мало, а те, кто готов пойти, к сожалению, у них нет денег. А это самый важный фактор, по сути, для кыргызстанцев. Несмотря на полную разъяснительную работу, запрет на подкоп, для нас это по-прежнему ключевой момент. Вы знаете, чтобы выборы были более динамичны, то предложение с 3% барьеров для прохождения в парламент, оно должно было остаться. Сейчас барьер повысился. Естественно, это сужает возможности для малых партий или финансово необеспеченных групп бороться за места в парламенте. И это тоже напрямую будет влиять и на динамику избирательной кампании. Когда избирательная система выстроена таким образом, что только большие политические партии могут соперничать, то, естественно, это идет в сторону больших бизнес-групп, людей, которые используют иные формы мобилизации общества, не только через открытую агитацию и привлечение внимания электората к определенным, может быть, локальным проблемам. Поэтому все вкупе это будет влиять на, по всей видимости, не такую яркую избирательную кампанию. Она не была сильно яркой на прошлых выборах, но, естественно, тогда и был момент, связанный с локдауном, с действиями пандемии. На этот раз, даже если будут привлечены ресурсы для того, чтобы создать свое присутствие или расширить свое присутствие в медиа, это совсем не означает, что эта избирательная кампания направлена напрямую на работу с электоратом, на поднятие вопросов, которые важны для электората. То есть сам немножко процесс, как я сказал, вначале изменился. Центр принятия решения перешел в сторону президента, и это отдалило общество от органов власти. Больше 16 лет в Кыргызстане используются выборы по одномандатным округам. Именно в республиканском масштабе. Это есть в местных кенешах. И мы вернулись к этому. Насколько вы уже коснулись того, что это есть какие-то определенные опасения, но, допустим, в той же самой России применяется выбор по одномандатным округам в Украине. Насколько мне известно, смешанная система точно также есть по партийным спискам и по округам. Насколько это полезно? Потому что мы понимаем, что институт партии не работает. Может быть, попробуем так? Не совсем. Мне кажется, партии все-таки начали формироваться и социализироваться в Кыргызстане. Просто этот процесс занимает не одно десятилетие. И по прошествию 10-15 лет нельзя сказать, что система плохо работала. Поэтому, что касается одномандатных округов и эффекта, которые они дают, во многих несвободных странах или странах, где административный ресурс позволяет влиять на итоги голосования, смешанная система дает преимущество действующей власти. Так она работала в Украине в определенный момент, в Грузии. И, естественно, здесь очень много критиков. В России же смешанная система позволяет использовать тактическое голосование. Но это абсолютно не про репрезентацию интересов общества в парламенте. Поэтому вместе с снижением количества депутатов пропорциональная смешанная система позволит получить более фрагментированный парламент. То есть вместо более организованных групп в парламенте будет больше сегментов. Мелких региональных, отдельных личностей. А это, в свою очередь, позволяет исполнителю власти проще взаимодействовать с этими группами. Нет организованного противостояния внутри парламента. И распределение, естественно, определенных плак, ресурсов, которые работают в этом отношении. То есть персональный контакт начинает доминировать. У нас же очень часто создавались именно партии под выборы. Вспоминаем Ак-Джо 2007 года. Исключением, пожалуй, стали, на мой взгляд, выборы 2010 года, когда выигрывали их от Аджурд партия, которая была, по сути, оппозиционной из ДПК. Все остальные выигрывали из ДПК. Как на парламентских, так и на местных выборах. Но при этом эти партии сейчас, по сути, не существуют. Это показало, что они несостоятельны. То есть во многом повлияли какие-то политические процессы, отсутствие лидеров. То есть когда ушел тот же Алмазбек Атамбаев, передал партию другим, она, по сути, развалилась, когда настало время ее расшатать. Мы все помним 2018-2019 годы, когда партия просто перестала существовать, хотя она считалась достаточно сильной именно с точки зрения исторического строительства. В 2020-м и Беремдык, и Микенема Кыргызстана, по сути, были построены исключительно под выборы, и они сейчас не существуют. Будет ли в этом году такая же история? Право-властные партии опять будут специально созданы? Или мы все-таки ожидаем более какой-то определенной основательной стройки партии? Вы знаете, я думаю, в наших странах этот процесс еще будет длиться как минимум в лет 10-20. Это нормально, это естественно, то, что разные группы создают определенные политические проекты. Это, поймите, не социализация партии, их более устойчивое функционирование зависит от общего уровня демократии. Если выборы периодичные, в течение, скажем, 30 лет проводятся, их результаты имеют значение, и правила игры стабильны, то партии постепенно начинают выстраивать эти взаимосвязи. Если можете, вы можете представить их примерно как разные бизнес-проекты, то есть компании. Им тоже нужно время на организацию внутренней структуры, на определение своего места на политическом спектре, какую идеологию они используют, как они взаимодействуют с обществом и так далее. Поэтому для того, чтобы в партии формировались, нужны честные выборы. Это фундаментальное значение. Как только у вас пропадают честные выборы, у вас останавливается процесс формирования стабильных партий. Поэтому, мне кажется, не надо уделять большого внимания о том, что какие-то партии недолговременные. Это нормально. Вы знаете, ситуация хуже становится, когда вы не можете, как в Казахстане, создать вообще политическую партию. То есть налагаются серьезные административные, политические иные барьеры. Пока этого нет, этот процесс будет идти. И в ходе конкуренции отдельные партии, которые начинают применять разные роды технологии, технологии, взаимодействия, потому что выборы работают. И они начинают более-менее становиться стабильными акторами политического процесса. Так что в этом отношении в Казахстане до последнего времени пока все хорошо. Хорошая ли идея, когда на местных выборах в апреле этого года президент Саджиапара сказал, что его партия не пойдет на выборы. То есть наверняка у ее членов, у его сторонников были какие-то определенные ожидания, их попросту не пустили. В этот раз мы также официально замечаем, что его партия на выборы не идет. Идут весьма схожие. Но тем не менее официальная версия, государственная правовластная партия на выборы не идет. Насколько это вообще полезно и стоит ли так делать? Это результат того, что он сконцентрировал власть в своих руках. Если Жейнбекову нужна была своего рода машина или тележка в парламенте, чтобы поддерживать его власть и продвигать его инициативы, то здесь, получив право законодательной инициативы, право формироваться в самоостоятельный кабинет и определять глав других ветвей власти, вы можете теперь взаимодействовать с существующими партиями, обещать инвестиционные преференции и места, как это было в 90-е в Казахстане, когда сформировалась сильная президентская власть, по такому же принципу. И только в последующую эпоху, для того, чтобы сформировать более устойчивый институт патронажа, была создана президентская партия. Поэтому, возможно, это ожидает впереди, если страна пойдет по этому же курсу, возможно, через одну или две президентские кампании вы увидите партию, которая будет полностью поддерживать его. На этой стадии, пока видите, у него нет такой силы необходимости, но она может появиться позже. Я понимаю, что прогнозы дела неблагодарны, но все-таки есть ли у вас какие-то мысли по поводу партии, какого толка могут попасть в парламент седьмого созыва в Кыргызстане? Центристы, правый, левый, кто? Я думаю, этот спектр, он пока не работает в наших странах. То есть у нас нет ни левых, ни правых партий, у нас общество, структура общества немножко другая. Поэтому, если на фоне популизма люди становятся президентами, то вы можете ожидать определенного рода политиков и в парламенте. Определить степень неформальных связей между сегодня носителем власти и отдельными партиями, с которыми ведется сотрудничество, мы не можем. То есть это бессмысленно. Поэтому, какие бы партии не попали в парламент, мне кажется, ключевым будет значение, насколько элиты и политические игроки примут результаты этих выборов, насколько общество примет результаты этих выборов, и насколько оно согласится с той политической моделью, которая сформировалась после октября. Вот это ключевое значение. Поэтому у этих выборов будет совершенно немножко... То есть они не будут не про партии, которые сидят в парламенте, а про согласие внутри общества между президентом, элитами, между обществом и элитами президента. Вот не станет ли это толчком или началом для новых протестов. Еще у меня последний такого... Да, спасибо большое. Еще последний вопрос. Стоит ли в этом году нам ожидать аналогичных октябрю 20-го года событий? Это сложно сказать. Мы не предсказуемо. Ваша страна удивляется. Поэтому самое, мне кажется, важное в этом отношении, чтобы все-таки сформировалось понимание, что стабильная система является залогом стабильного поступательного, вернее, динамичного поступательного развития. Поэтому, может быть, акцент нужно делать не на протесты или на возможные протесты, а на то, как Кыргызстан по прошествии 30 лет смог ли он создать разделение властей, независимую судебную систему. Может ли общество контролировать результаты голосования? То есть ключевые значения эти, когда общество контролирует результаты голосования, оно может влиять на действия политиков. Пока оно не контролирует выборы, оно не может их отстранять от власти в случае злоупотребления. И это основная проблема. Спасибо большое. Я надеюсь, что все у нас будет хорошо. Выборы пройдут честно и справедливо. Выиграют те, кто действительно этого заслуживает. Я благодарю вас за эту интересную беседу. И напомню, что у нас был казахстанский политолог Димаш Олжанов. Я приглашаю вас к нам еще. Будем рады вас видеть. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...